Так, ребятки, мы продолжаем интервью с экспертом по путешествиям по Корее и Китаю. И сейчас я буду задавать интересные вопросы моему другу Евгению. Недавно было начало предыдущего ролика. Итак, следующие вопросы. Евгений, вопрос номер один. Коммуникация, общение. Пожалуйста. Если касаться Южной Кореи, то в принципе с этим больших сложностей нет. Я имею в виду, если вы общение подразумеваете через телефонные переводчики, то есть там Google и так далее. Там никакие программы не блокируются и все хорошо. Единственное, что большинство телефонов, купленных в России, не работают в Корее. Потому что они уже перешли на 5G и у них сменился диапазон. Так что будьте готовы, что многие телефоны не работают. Просто вообще. От слова вообще. Так что иногда негодно приходится покупать новый телефон в Корее. Это раз. Цена? Благо на телефон можно заработать за 1-2 дня. Все, тогда не будем по ценам говорить даже. Китай? В Китае практически все телефоны работают. Никаких проблем нет. Стандарты совместимые с нашим и другими. Никаких сложностей нет. Есть 4G в крупных городах. Единственное одно но. Что большинство программ, которые установлены и привыкли бы пользоваться, они там работать не будут. В силу того, что у них есть золотой firewall в стране. То есть цензура? Ну, какой-то рода это цензура, да. То есть все, что связано с Google. Google карты, Google переводчики. Facebook. Facebook. YouTube. Все социальные сети. YouTube в том числе. Ну, для коммуникации вам нужен переводчик. Он не работает. И вам нужно будет все программы найти замену. Либо это Яндекс.Переводчик, либо это другие аналоги. Также самая карта нужно будет замену найти. Либо в МапСМИ, либо Яндекс. Ну, как правило, Яндекс некорректно отображается в Китае. Потому что там нету... Он рассчитан в основном на русский сектор Яндекс. Так что вам придется процентов 80-90 программ заменить до приезда. Потому что вы не сможете зайти в Play Market, ничего там скачать не сможете в Китае уже. Только вы пресечете границу Китая, вы уже ничего не сможете скачать. Никакую установить программу не сможете. Есть ли какие-то сложности с тем, чтобы купить симку и там, и там? Особых сложностей нету. В ларьках везде продается. Естественно, дороже на чем в салонах. Лучше покупать в салонах связи. Это все дело.